Здравствуйте! Государственная телекомпания Западной Армении представляет самое важное событие этих дней. Сегодня в эфире выступление президента Западной Армении Арменака Абрамяна в Женеве, разрушена азербайджанцами армянская церковь в Канадж-Хач-Шуши, превращается в православную церковь под названием «Реновация». Отрывыки с интервью с консулом доктором Гильермо Караманьяном Министерство обороны подтвердило, Азербайджан открыл огонь на правлении села Хачик. Шернакская района Западной Армении становится пустынным из-за вырубки деревьев. Вахлкалаки скоро не очнется на дорожно-строительной работы. В 1820 году в этот день родился Гевон Талишиан. Совет по правам человека. Экспертный механизм по правам коренных народов. Национальный совет Западной Армении. Конгресс армян Западной Армении. Женева. 15-я сессия. Пункт 3. Изучение договоров, соглашенных других конструктивных договоренностей между коренными народами и государствами, включая мирные соглашения и инициативы по применению их конституционное признание. Господин председатель, поскольку я впервые выступаю на этой 15-й сессии, позвольте мне поздравить вас с избранием. Я также хочу поблагодарить экспертов за счет, который был представлен нам с пунктом 3. Но я отмечаю, что мое юридическое досье, которое было отправлено 31 января 2022 года, и вы подтвердили его получение, еще не было учтено в этом отчете, потому что я все еще жду вашего внимания. Армянский народ является не только одним из первых и коренных народов, но и одним из первых государств, которые стояли у истоков существования государственных структур во всем мире, действующих сегодня в рамках ООН. Вопрос Западной Армении, безусловно, очень тонкий, поскольку это исконное государство, признанное 1917-1920 годах, более чем 20 государствами, но и все еще находится под территориальной оккупацией. Эти государства и сегодня являются субъектом международного права, в том числе Россия, Франция, США, Япония, Великобритания, Италия, Турция, Аргентина, Бразилия, Греция, Румыния. Эти государства на основании ряда соглашений и даже договоров, включая арбитражное решение, взяли на себя обязательство признать государство Западной Армении, его международной границей и официальной документой, которые я представил вам в данном судебном деле. Это соответствует конструктивному соглашению с отношением коренного населения, геноциду в результате которого погибло более 2 миллионов человек и который до сих пор не получил никакой эффективной компенсации. Кроме международного признания, для ЖЭФ было реальные последствия, хотя договоры были подписаны. Доказательством этого является Северный договор, который был ратифицирован одним государствами, даже не ратифицирован, но применяемо другими государствами. Действительно, господин президент, проблема Западной Армении, ее коренного наследия и цивилизации является примером для изучения всех коренных народов, которые рассматривают возможность применения прав на самоопределение, самоправление. Проблема актуальна, так как именно отрицая международные признанные права, Азербайджан позволит себе развивать военный конфликт против армянского населения Арцаха в 2020 году, который привел более чем 15 тысяч жертв. Продолжая на сей день уничтожать наследие тысячелетий коренных цивилизаций Арцаха и заявляя слушателям, что международное право не существует. Таким образом, геноцид армян продолжается, потому что факты говорят о том, что геноцид будет продолжаться до сих пор, пока преступление не будет наказано. Однако, даже если технические условия частично позволяют это делать, факт заключается в том, что действительно невозможно навсегда стереть существование коренного армянского народа со своей земли и страны. Поэтому пришло время строить будущее на основе примирения, учитывая свои обязательства и работая вместе с нами над условиями их применения, пригласить государство, непосредственно связанное с Западной Арменией с 1917 года, до договора, подписанного во время и после геноцида армян. Спасибо, господин президент Армена Кабраамян, председатель Национального совета Западной Армении. Армянская церковь Ванесса Макартыча или Канаджам в Шуши была полностью разрушена азербайджанцами и теперь ее превращают в православную церковь под названием «Реновация». Об этом говорится в заявлении Государственной службы по охране исторической среды Республики Арцах. Церковь Канаджам, которую Фаут Ахнудов считает русской православной церковью, превратилась в галерею. Сохранилось свидетельство, согласно которому в 1840 году по специальному распространению властей все армяны, проживавшие в мусульманском окружении Веринтага, были переселены в Неркинтаг. 56 семей, имеющие в Неркинтаге каменную деревянную крышу церковь святого Аст-Ацтена, в документе говорится, что армяны подвергались принуждению со стороны мусульман, что и привело их к переселению. После переезда в Веринтаг на новом месте была построена деревянная часовня, которая сохранилась до 1848 года, когда на ее месте была построена каменная церковь святого Аванеса Крестителя. Западная Армения отмечает еще раз случай вандализма, который на этот раз совершается в Шуши, преднамеренное преобразование представления структуры, принадлежащей к другой культуре. В другую структуру также считается вандализмом. Такие случаи очень распространены на оккупированных Турцией территориях Западной Армении, где церковь и монастырь были использованы для других целей. Все армяне происходят из так называемой Западной Армении, то есть Армении, которая исторически находилась под государством Османской империи. Наши предки стали жертвами первого известного геноцида 20 века, который до сих пор остается безнаказанным. Все эти армяны, мы, дети, внуки и правнуки, тех жертв, именно этот народ сегодня является гражданином Республики Западная Армения. Отрывыки с интервью с консулом доктором Гильермо Караманян, проведенного радиопрограммой «Не все так, как все кажется». Программа называется «Не все так, как кажется» и выходит на радио АМ-1300. Интервью составил с субботы 25 июня. Люди были очень рады узнать о существовании Республики Западная Армения. Мы говорили о коренном народе Республики Армения и о том, как получилось, что все армяне имеют два государства, признанных международным публичным правом. И мы потребовали вернуть наши земли и заявили об этом публично. На следующем ссылке на YouTube вы можете послушать интервью полностью. 4 июля подразделения азербайджанских вооруженных сил открыли огонь на различных видов оружия. В частности, по армянским боевым позициям, расположенным в селе Хачик, в Айодзорского района. Также по дороге, ведущей в село. В результате был поврежден автомобиль. Глава общины, Министерство обороны сообщает, что огонь азербайджанских подразделений был заглушен действиями армянской стороны. Пострадавших с армянской стороны нет. Западная Армения призывает противоположную сторону сохранять спокойствие и не нарушать права, установленные международными нормами. В противном случае солдат, стоящий на армянской границе, готов к бою. И ушиб нанесенный противнику может быть очень тяжелым и катастрофическим. В горах Беста, Джуде и Габаш и Рангской области западная Армия продолжается уничтожение лесов в рамках военных операций, начатых в прошлом году. Вот еще два года обезлесенье на территориях, находящихся под контролем солдат. Каждый день добавляются новые участки, особенно в районе Беста, между Шернаком и Сыгартом. Власти молчат о начинавшейся операции в 14 районах. Заявления, жалобы, паданные жителям районов Департамент лесного хозяйства УРФ, были отклонены по причине того, что это военная территория. Похоже, что Турция намеренно продолжает экологическую резину в Западной Армении и скоро приведет к очень серьезным экологическим проблемам. В Ахалкалаке в селах района прошел электронный тендер на выполнение дорожно-строительных работ. Контракт уже подписан. Работы начнутся примерно через неделю. По словам меры Ахалкалака, работы по ремонту дорог начнутся до конца этой недели. Поскольку ремонтируется центральная улица, мы начнем работать с других улиц города. Чтобы дойти до центральной улицы, ремонт тротуаров и другие работы уже будет завершены, сказал мэр Мелкон Макарян. Для Западной Армении очень важно проводить такие работы на наших коренных территориях, потому что это дает возможность людям оставаться на этой территории, сохраняя армянскую идентичность. Армянский поэт-историк-переводчик, член венециальной конгрегации махитарян Гевонт Алишан, один из зачинателей романтического направления в армянском литературе. Он родился 6 июня 1820 году в Кастаднополе. Настоящее имя – фамилия Керове Алишан. С 1838 года является членом конгрегации. В возрасте 16 лет, согласно церковному уставу, был переименован Гевонт Алишан. С 1832 года Алишан жил в острове Святого Газара. Никогда не бывая в Армению, планировал посвятить отдельные темы всем 15 провинцами Армении и Киликии. Он успел написать лишь масштабные труды – Ширак, Сосун, Айрарат, Сысаган. Он ввел в страну армянскую религию, божество и верование. Своим огромным научным наследием Алишан внес большой вклад в развитие науки. Гевонт Алишан умер 9 ноября 1901 года в Венеции. А сейчас музыкальная часть «Армянская народная песня». Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия этого видео доступна на нашем официальном YouTube-канале. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok